Все помнят, на что пасторю на прошлой неделе проповедовал? Там пастор сказал очень хорошую вещь по поводу поддержки миссионеров. И мы с Аней так слушали. Мы даже вам рассказали про одну нашу знакомую миссионерку. И все ее поддержали. И мы потом с Аней ехали домой, поговорили. И мы тоже решили, что будем по возможности поддерживать. Миссионеров. И определенной суммой, которая будет постепенно, постепенно с каждым месяцем возрастать. И вот на этой неделе мы только приняли решение, сделали это. И на этой неделе у меня была очень интересная встреча. Я четыре года работал над одним проектом. И в конечном итоге, там много собственников на этом проекте было. И один из собственников подставил остальных. И он втихаря от них подписал там договор на продажу своей доли. И другие были вынуждены тоже подписать. И тайно той подписал договор за продаж, но это на свою часть. И така цена ложила, что другие слышат, что требуется подпишет този договор. И получается четыре года моей работы просто ушли в никуда. Но на этой неделе мне позвонил один из собственников. Сказал, я хочу с тобой встретиться. И мы встретились. Он меня благодарил, что я являлся катализатором всего, что столько лет им помогал. И свою огромную благодарность он выразил в денежном эквиваленте. И своя благодарность той изразил в парите. И благословил очень хорошо. И было настолько неожиданно. И беше толкова неочаквано за меня. Много приятно. Что он был не обязан это делать. Что я фактически свою работу до конца не довел. Аз не довершил своя работа. Но он это сделал. Но той го направил. И я молился, благодарил Бога за это. Аз се молих и благодарих на Бог за това. И в этот момент я вспомнил слова пастыря. И в този момент се с этих задумантов на пастыря. И такой думал, вот мы приняли решение. Не взехме решение. Что будем помогать миссионерам. Че, что помогаме на миссионерите. И вот Бог сразу дает. Вот тебе помогай. И Бог не давал пари, это помогай. И сейчас, ну, будет проверка. И сега ще имам проверка. Сдержу ли я свое слово или нет дальше в будущем. Дали аз ще задржа своето дума и дали же тебе помогам. Слава Богу, это прям большое чудо. Слава Бога, това е голямо чудо за мен. И Бог так же на этой неделе мне дал слово. В тази седмица Бог ми даде слово, да проповядвам. Многие из вас наверняка видели фильм «Брат 2». Многу от вас сигурно са виждали фильм «Брат 2», вторая часть. Кто не видел, скажу, там главный герой задает один такой фундаментальный вопрос «В чем сила?». И който не го виждал, там главный герой постоянно задава фундаментальный вопрос «Къде е силата?». И в конце он отвечает, что сила в правде. И той в краю отговорит, че силата е в истината. А что ест правда? А какво е истината? В последнее время в мире очень много происходит разных событий. В последнее время в святосе случают много различных событий. Пандемия, войны. И в каждом из нас сталкиваются разные мысли. И также у людей других сталкиваются разные мысли. И в других людей существуют различные мысли в главах. У каждого есть своя точка зрения. Всех има своя точка на взгляде. На ту или иную проблему. На одна или другая проблема. И информационная война набрала очень большие обороты. Часта става все по-голямо. И каждый считает, что его точка зрения правильная. А другие заблуждаются и обмануты пропагандой. А другие не заблуждают и просто са излыганы с пропаганда. И, к сожалению, у большинства людей сейчас правда зависит от того, на какие паблики, телеграм-каналы, ютуб-каналы они подписывают. От кой страницы подписаны, абонированы за кой страницы в инстаграм, в телеграм. И, к сожалению, это наблюдается и у большинства христиан. Но с чего люди решили, что каналы, которые они смотрят, людей, которых они читают, Это является правдой, 100%. Что там люди не играют фактами, их эмоциями и переживаниями. Там хората используют не только факты, а и эмоции и переживания. Сейчас, ну, очень много новостей и очень много разных событий. Сега има много новини и много различных событий. Война на Украине. Войната на Украина. Война в Израиле. Война в Израиле. И мы видим разные новости. Виждаме различные новини. Там один из примеров, что куда-то, где-то упала ракета. И каждая из сторон обвиняет друг друга. И в зависимости от того, на какой паблик вы подписаны, вы придерживаетесь определенной точки зрения. Кто виноват? Коя виновен? Но с чего мы уверены в том, что это на 100% правда? Но за что сме сигурни, что это истина, кое-то читаем? Что истина, она откроется со временем. Истина, то че, что се покажет след временем. А возможно и нет. А возможно и нет. Но есть ли то, в чем мы можем быть уверены на 100%? Има ли нечто, в кое-то можем да сме сигурни на 100%? Да. Да. И это есть в Библии. Това има в Библията. Давайте откроем первое место. Що отворим первое место. Евангелие от Иоанна, 14 глава, 6 стих. Евангелие от Иоанна, 14 глава, 6 стих. Иисус сказал ему, я есим пусть и истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через меня. Для нас сейчас это неоспоримая истина. За нас твоя истина, с которой мы можем да поспорим. Но всегда ли это было так? Но виногелия была така. Вот если бы мне эти слова кто-то сказал лет 6 назад. Ако някому беше казал тези думи преди 6 години. Я б сказал, да что ты мне говоришь ерунду? Щях да кажеш, че това са глупави думи. У меня совершенно другая истина и правда. Имам совершенно друга истина и правдата. Но вот прошло время. Но минало время. Я уверовал. Аз повярвах. И я на своей жизни увидел подтверждение этих слов. И аз через своя живот видях подтверждавание на тези думи. Так же и со всем тем, что мы читаем в интернете. И со всичко, което читаем в интернет. Что особенно новости в последнее время. Новости в последнее время. Все то, что пишут, все то, что происходит. Всичко, което пишат и което се случва. Доля правды, даже не вся правда, а доля правда нам откроется только спустя время. И парче, вот истина то, что я разберем само след время. И тване сигурно удара. Хотите эксперимент? Искатели один эксперимент. Вот возьмите, отпишитесь от всех телеграм-каналов, ютуб-каналов, которые вы сейчас просматриваете или читаете. Просто премахнете от оболнаците тези канали, които гледаете, или в телеграм, или в ютуб. И подпишитесь на те, которые пропагандируют противоположную точку зрения с вашей. И се абонирайте на тези, които казват противоположното на вашата точка на възгледи. И вот вы увидите, что со временем, ваше точка зрения будет меняться. У кого-то раньше, у кого-то чуть позже. Да, в начале вам будет казаться, что они несут чушь, они несут глупости. Это все полная ложь. Но ежедневное прочтение с просмотром видео. Но всеки дневно, как и всеки день, читаете и гледаете клипчета. Но то, что они говорят. И ще слушайте, което говорят те. Потихоньку будут менять ваше точку зрения. И те, малко по-малко, ще променят вашето мнение. И уже это не будет казаться такой глупости. И вече няма да изглежда като глупость. Уже будет казаться, что раньше вы, наоборот, заблуждались. И может быть, что весь историчи приди нестебили прав. И это будет действительно изменением. В вашей точке зрения. В вашей точке зрения. И вам будет казаться, что вот сейчас вы уже знаете правду. Сега же те, весь историчи знают истину, да? И тут очень важно понимать, какие эмоции вызывают у нас эти паблики и телеграм-каналы. И важно разбирать, какие эмоции не карат до чувствами этой странички, которую ты глядами читаем. Давайте откроем Евангелие от Матфея. Что утворим Евангелие от Матфея? Седьмой глава, двадцатый стих. Седьмая глава, двадцатый стих. Итак, по плодам их узнаете их. Важно понимать, какой плод вам дают эти новости, эти авторы, телеграм-каналы. Важно да разбираме, какъв плод дава приклеждането на тези странички и клипчета. Если они приносят злость, ненависть, ярость, недовольствие, вообще, в принципе, отрицательные эмоции, то это очень нехорошие плоды. И в Библии и на это есть ответ. Первое послание к Коринфянам. Пятнадцатая глава. Тридцать третий стих. Не обманывайтесь. Худые сообщества развращают добрые нравы. И вот как бы вам ни казалось, что да я так, чисто информационно, чтобы не выпадать из информационной повестки. Просто знать. Я не полностью доверяю тому, что пишут. Но вот это худое сообщество, с временем, развратит ваши нравы. А ведь очень много людей попадают на данный крючок. И потом, с временем, они желают смерти другим людям. Правителям других стран. И очень печально это слышать от христиан. Что то, что сейчас происходит в мире. Из-за воздействия подобных пабликов. Им кажется, что смерть того или иного лидера страны. Изменит ситуацию. Но это не так. Но это не так. Потому что дьявол не дремлет. Что этими людьми управляет дьявол. Той управлява тези хора. Подумайте. Загляните в свое сердце. Просто погледнете в сердце си. Ставили ли вы крест на этих людях? Дали сте поставили крест на тези хора? Что они не уверуют. Те няма да поверват. Это не сможет помочь. Няма да им помогне. Вот если они умрут. Ако те умрут. Тогда все. Придет новый лидер. Он все сделает по-другому. Вообще дьявол сейчас на информационном поле очень жестко и серьезно работает. И на информационном поле дьявола сега работе много. Он всячески разделяет людей. Той разделя хората. Не дает им действительно объединиться. Не им давать все объединять. Теперь люди умудряются ругаться. Их сега хората просто сикарат. Не только из-за разности точки зрения. Не само заради разликты на точката на вызгляде ты. Но и из-за того, что кто-то в инстаграме у себя в сторис не ответил, не высказался на ту или иную позицию. Или чиняку просто в свой инстаграм не си сказал относно упределение события. Не сделал репост какого-то видео с места боевых действий. Но при этом он ставит видео, что он где-то отдыхает, радуется, наслаждается жизнью. И в същем момент той също споделя клипчета, как поучива, как се наслаждава на живота. И это все приносит разделение. И това донесе разделение. И вот задумайтесь так же, сколько подобных сторисов и репостов сделали вы. А сколько вы молились и брали посты за, допустим, враждующие стороны, за правителей враждующих сторон. И колку честно сте взимали посты и сте се молили за военные действия за правителей на тези держави. Давайте откроем послание официанам. Ште утворим послание к им официане. Шестую главу. Шестая глава. Одиннадцатый, двенадцатый стих. От одиннадцати до дванадцати стих. Облекитесь во всеоружие Божье, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских, потому что наша брань не против крови и плоти, не против начальств, против властей, против мироправителей тьмы, века сего, против духов злобы поднеместной. Вот тут мы видим, что наша война — это не против каких-то других людей. Виждамичи наш, что война не срежь, что продаление других хора. А против духов злобы поднеместной. И вот знаете, вот я в свое время, вот когда началась война на Украине, тоже был подписан на определенные паблики. И тоже был пойман на этот крючок. Слава Богу, это длилось буквально в районе одной недели, десяти дней. Потому что я увидел, как мое сердце ожесточилось. сердце и стало жестоко. Как действительно у меня появилась ненависть к другим людям. Как все появилось у мразок других хора. И знаете, когда у меня, ну Бог меня обличил, Бог меня обличил в тот момент, я такой подумал, опа! И я все помыслил, он, опа! Куда-то я наступил не туда. Наступил не там, куда ты требовался. И я начал смотреть. Започных догледом. И увидел, что именно в тот момент, среди христиан, видя, что именно в тот момент, среди христиан, началось супербольшое разделение. Започных много разделений. Оскорбления. Проклятия. Да прокылывают. Да секарят один на друг. И такое чувство, что люди не верят в Бога. И имах чувство, что хората спряхат да верят в Бога. Хотя ты смотришь их публикации? До этих событий. Но в саштий момент, когда ты си гледал техните споделяния преди това. И там такие откровения мощные. Те споделяха мощные откровения. Такие рассуждения. Хубави рассаждавания. А тут они проклинают других людей, похлещие людей, которые не верят и не знают Бога. А тут те проклывают хората, още повече от хората, които не знают Бог. И знаете, я тогда вот молился. Тогава се молих. Каялся перед Богом за свои вот эти чувства. Аз се покаях пред Бога за своите чувства, които имах. И просил Бога дать мне мудрость, что мне делать, как я могу помочь в данной ситуации. И помолих Бог да мне дадим мудрост, как да поступам в тази ситуация, как да помогна. И тогда Бог дал мне дерзновение писать и спамять всячески всем мощным, крупным христианским блогерам. И украинским, и русским. Я им писал в личные сообщения. Оставлял кучу комментариев под их последними. И знаете, на мое удивление, мои комментарии собирали огромное количество лайков. Кто-то просто читал, ничего не отвечал. А я им предлагал Не ругаться в сторисах. А наоборот объединиться. Вот как для молодежи провести совместный прямой эфир. В молитве. В прославлении. В единстве. И знаете, один человек мне ответил. Это вот Карен Карагян и Слово Жизни. Това е Карен Карагян от Словото на Живота. И в этот же вечер он провел прямой эфир, где он около двух-трех часов непрерывно прославлял Бога и молился. И той същия день провел този онлайн эфир, където два или три часа той прославил Бог. И это он делал на протяжении около двух недель. И това го е повторял някъде в продолжение на две седмици. И знаете, было приятно читать комментарии под эфиром. Быше приятно дочитать комментарии под эфирах. Когда люди говорили, что вот этот эфир им намного сейчас облегчил жизнь. Той облегчил живота. Причем, как у него были гневные проклинающие комментарии от христиан с Украины, потому что он с Москвы. Но во время эфиров, после эфиров, было огромное количество комментариев. И обаче по времена эфира и след него вече имаше много комментариев. От тех же христиан с Украины. От същите христиане от Украины. Которые наоборот его благодарили. Которые говорили, что конкретно данный эфир. Им помог намного легче переживать эти события первых дней. Меня очень коснулся комментарий девушки с Мариуполя. Там первое же время там вообще ужас, что творилось. Но она написала огромный комментарий, насколько вот эти три часа про славление и молитвы просто изолировали ее от того, что происходило. Что конкретно эти три часа она действительно испытывала счастье, радость и не думала о том, что происходит. И было приятно осознавать, что даже вот это вот небольшое действие помогло хоть немного людям упростить жизнь. Хоть чуть-чуть. И знаете, вот если бы христиане не ругались от того, что кто-то не выставляет сторисы не поддерживает конкретно их точку зрения, а объединились и на протяжении всего этого времени совместно в единстве молились, брали посты а продолжение на това цяло то время, ако биха се молили, ако биха взимали постове заедно в единство и всячески служили а не тут там послужить и поддерживать людей, только которые поддерживают их точку зрения, а не само да подкрепят хората, които са согласны с тяхното мнение. А кто с ними не согласен, вы к нам не должны приходить на служение. А тези, които не са согласны, да не ги приемат. Или мы с вами общаться не будем. И да не сообщат с тях. То то, что сейчас происходит в мире, этого бы не было. Тогава тези неща, които се случват в свете, не биха се случвали. Потому что дьяволу было бы намного сложнее нанести определенные атаки, определенные удары. Би било много трудно да направи тези атаки, които той е направил. Управлять умами других людей. Би било трудно на него да управлява умовете на хората. Но сейчас из-за этих распий ему очень легко это делать. И сега, за да ради тези караници, много му лесно да го прави. Это знаете, вот наша земля окружает озоновый слой. Нашата земля обкръжена от слоя на озон. Который защищает нас от вредных ультрафиолетовых лучей солнца. Но развитие технологий, плохая экология, тут там делает дыры. И лошта экология, и много... Плохая экология. Лошта экология, и някъде се получават дубчици. И солнце куда лучше распространяет эти вредные лучи. И така слынце още повече распространява своите вредни лучи. И чем больше этих дыр, тем солнцу проще нанести эти вредные ультрафиолетовые лучи. И колкота повече дубки има в озоновый слой, толкова повече солнце распространява тези ультрафиолетовые лучи. И оттуда идёт больше засух. Има повече засухи. Разные ядовитые дожди и прочее. Ядовите дождове. Так же и тут дьявол очень просто атаковать. Утровние дождове. На дьявол е много лесно да атакува. Потому что из-за вот этих вот мелочей заради тези древни неща среди християн есть разделение. Среди християн има разделяне. И казалось бы решение очень простое. Струва се, че решението е лесно не читать данные новости, не смотреть определени новини, да не ги гледаме. Но они настолько искусно сделаны, но те толкова добре са направени, что человек очень легко на это подсаживается. И потом не может с этого соскачить. И знаете, время все покажет и расставит на свои места. И времето ще покаже всичко и ще покаже как трябва да бъде и покаже истината. Будет открываться действительно правда. Бог будет показывать правду. Даже не столько Он будет показывать, она и сейчас где-то видна. Не, не само Той ще показывать, нея истината и сега я виждаме. Но мы откроем наши глаза. Но ще отворим наши духовные глаза, наши духовные уши. И мы поймем, что где-то мы заблуждались. разберем, че някодес мы сгрешили. И очень важно это принять, покаяться. И не повторять этих ошибок. Есть еще причина разности восприятия правды. И может одна причина, че хората по разы начинать восприем истината. Это уроки истории. Это либо человек вообще не учил историю. И ему любую чушь легко вместить как правду. Либо человек учил историю только с той точки зрения, которая была на повестке дня у тогдашнего правительства. тех правитель он во время. Знаете, вообще история очень парадоксальная наука. Как она очень важна и полезна, так и очень опасна. Поскольку от того, какая повестка дня у правительства, так будут и подаваться разные исторические события. Так и будет это закладываться в ума людей. И действительно я наблюдаю очень интересные повороты. Насколько даже если брать я с Молдовы и то, чему меня учили когда я был в школе и то, чему учат моего младшего брата на одно и то же событие разная точка зрения и из-за этого у людей также бывает недопонимание. Даже будучи жить в соседних селах, школах, у них все равно будет разная трактовка. А вот есть тот или тот кто постоянно один и тот же всегда. Этот ответ мы получаем евреям 13 глава 8 стих. Посылание к евреям 13 глава 8 стих там получало на отговоры. Иисус Христос вчера сегодня и навеки тот же. У нас есть Иисус Который всегда один и тот же. И всегда будет верен. У нас есть Библия Которая всегда одна и та же. Да, есть люди, которые по-разному трактуют. Да, има хора, който по-различен начин разбират я. Но слава Богу, что сейчас Библия переведена на огромное количество языков. Я вообще вчера читал статистику в мире около 7000 языков. Там разные диалекты и прочее. И вот Библия на данный момент переведена более чем почти на 4000 языков. Но самые основные которые есть, она на всех есть. Если где-то у человека есть диалектный язык отличающийся, то с огромной вероятностью он может ее читать и на этом диалектном языке. И это очень радует. Потому что в средневековье у людей не было такой возможности. И даже вера в Бога им подкладывалась под тем ракурсом, которая нужна была священнику. И от этого были и крестовые походы, инквизиции, индульгенции, индульгенции, и прочие небиблейские вещи. И знаете, подытоживая, хочу сказать, дорогие братья и сестры, давайте будем фильтровать то, что мы читаем в интернете, то, что мы смотрим в интернете. Нека да фильтрируем то, което читаем и гледаем в интернет. Поскольку только Библия будет на 100% истинной и правдой. И давайте откроем Евангелие от Матфея. Седьмая глава с 24 по 29 стих. От 24 до 29 стих. Итак, всякого, кто слушает слова Моисея и исполняет их, уподоблю мужу благоразумному, который построил свой дом на камне. И пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и устремились на дом тот, и он не упал, потому что он основан был на камне. Всякий, кто слушает сии слова Мои и не исполняет их, уподобен человеку безрассудному, который построил дом свой на песке, и пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и налегли на дом тот, и он упал, и было падение его, и когда Иисус окончил слова сии, народ удивился учение его, ибо он учил их, как власть имеющие, а не как книжники и ворисей. Когда не репосты станут нашим главным оружием, а Божье Слово, когда наша война будет не на просторах интернета, против других людей, а против дьявола, тогда мы действительно будем видеть результат изменения, улучшения мира. Когда вот как говорил Иисус в этом месте, что человек будет слушать его, тогда будет сложнее обмануть, что человек слушает Иисус, трудно может быть излыган. И знаете, Слово Божье, служение, они всегда дают изменения в жизни, и всегда в лучшую сторону, и в добра посока. Казалось бы, иногда это может быть сложной, но Бог всегда верен. И я это действительно на своем примере. Знаете, вот мы молодежкой, когда буквально за пару недель до начала войны, мы решили проводить настольные игры. И когда началась война, пошел большой поток беженцев, и мы начали служить, принимать всех, невзирая на точку зрения, какая национальность, без питания негов точка на взгляде, или без питания на национальность. И знаете, вот казалось бы, мы проводили два, максимум три часа на кухне, играя в настольные игры, и пили чай, и кушали вкусняшки. Казалось бы, ну совершенно незначительная вещь, по сравнению с тем, что творится. Но знаете, как менялись сердца ребят, как менялись их взгляд, как их жизнь наполнялась, их взгляд наполнялся жизнью. И это не может не радовать. И когда мы действительно видели у нас на молодежке украинцы с русскими играют вместе, общаются вместе, отдыхают, веселят вместе, когато виждахме как на нашите соберения хората от Украина и Руси играют, заедно се смеят, едат. Это не могло не радовать. и это показывало величие Бога. И когда ребята разъезжались, кто назад домой, кто в другие страны Европы, каждый оставлял комментарий, что они благодарны, что мы служим, что это служение действительно смогло порадовать их, смогло отвлечь от того, что происходит. И знаете, у нас есть примеры людей, которые приходили неверующими, а постепенно они познавали Божью любовь. И туда, куда они уехали, они уже там ее распространяют. И давайте вместо того, чтобы читать неподобающие паблики, которые нас вызывают злость и агрессию, будем служить людям, будем молиться, восполняться Божьей любовью, и потом ею делиться. Но я вам не говорю, что полностью все блокируете, выкидываете телефоны, вы не должны быть вообще информационной повесткой. Нет, нужно просто фильтровать. Вообще я взял такой пример для своей жизни, чтобы не выпадать из информационной повестки, я читаю только те паблики, читаю страницы, которые не делают выводов, которые на ту или иную проблему дают обе точки зрения, и оставляют, чтобы вывод я делал сам. Но им я на 100% не доверяю. Даже на чуть-чуть, но все равно чаша весов будет склонна к конкретной стороне. Даже пускай будет 51% на 49%, но она все равно будет склонна. И этот 1% все равно сможет меня куда-то увезти не туда. Но это помогает, действительно оставаться в какой-то новостной повестке. И просить у Бога мудрости и защиты, чтобы меня это не увело опять куда-то не в ту стезю. Давайте помолимся. Дорогой Господь, я благодарю Тебя за это чудесное прекрасное время. За этот день, что мы можем все здесь собираться. Я молю Тебя, Господь, защити наш разум, защити наши сердца от всякой злобы, от всякой агрессии и лживой информации. дай нам, Господь, видеть и фильтровать ту информацию, которая поступает к нам. Дай нам сил действительно следовать за Тобой, восполняться Твоей любовью и делиться этой любовью с другими. Я молю Тебя, Боже, объедини действительно всех христиан в этом мире. Дай нам в силе единства и согласия противостать дьяволу. Разрушить все его козни, все его атаки. И действительно, чтобы в мире на нашей планете воцарился Твой покой. Чтобы Твоя любовь касалась каждого сердца. Мы молим Тебя, Боже, за воюющие стороны, за Россию с Украиной, за Армению с Азербайджаном, за Израиль с Палестиной. Боже, косни сердца руководителей этих стран. Пускай действительно их разум и их мысли будут направлены на Тебя. Чтобы они действительно одумались и все это прекратилось. Чтобы люди действительно познали Тебя как единого Бога, как Спасителя. И мы молились с любовью и благодарностью во имя Иисуса Христа. Аминь. 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 Аминь.